Всем привет! Сегодня мы приехали на площадь Синуя, одну из старейших нижегородских площадей. Правда, рассказывать будем не об истории, а о современных и интересных аттракционах и достопримечательностях, которые сегодня есть на этой площади. Начнем с колеса обозрения. Нам удалось объединить в себе кофейню и колесо обозрения, где вы можете приобрести завтрак на высоте 50 метров, либо провести какой-то романтический ужин со своей второй половинкой под нижегородский закат. У нас, да, красивые закаты. Слушайте, я посмотрела ценник завтрака, и там написано, что спрещено два круга. А если я за два круга не успею позавтракать, или по ужину меня выгонят? Нет, нет. В любом случае мы просчитывали таким образом, чтобы вы с комфортом, не торопясь, смогли попробовать сытную позицию, наш кофе, и насладиться как раз-таки видом. Ужин составляет 32 минуты. Это 4 круга колеса обозрения. Завтрак идет примерно 18 минут. Это два круга. Кстати, колесо обозрений работает круглый год. Зимой кабинки подогреваются, а летом кондиционируются. Вот так вот. Вообще всего 18 кабинок у этого колеса обозрения. Из них одна для тиктокеров, другая вип-кабинка, и есть кабинка для маломобильных больных. То есть те, кто плохо ходит, тоже могут покататься на колесе обозрения. Я очень рада, что путешествие закончилось. Я боюсь высоты. Но на этом колесе обозрения было приятно прокатиться даже таким трусиком, как я. Еще одна достопримечательность, которая находится на площади Синой, это, конечно же, Борская канатная дорога. Напомню, что работать она начала в 2012 году. Предлагаю сегодня на ней прокатиться и полюбоваться видами родного города. Борская канатная дорога, кстати, считается настоящей рекордсменкой. Дело в том, что она имеет самый длинный пролет над рекой в Европе. За время своего существования Борская канатная дорога перевезла не один десяток миллионов пассажиров. Ее пассажиропоток составляет 500 человек в час. Представляете, сколько народу пользуется Борской канатной дорогой. И ехать тут всего 12,5 минут. Бор стал для нас гораздо ближе. Ну, кстати, в ветреную погоду дорога может удлиниться до 25 минут. И все равно ехать на этой дороге, ну, просто кайф. За 12,5 минут мы преодолели расстояние в 3,5 километра. Ну, такова длина Борской канатной дороги. Если быть точными, 3661 метр и 12,5 минут. И мы на Бору пойдемте погуляем. Для кого-то такая поездка на Борской канатной дороге – это всего лишь поездка дома до работал. А для нас сегодня это стало очень увлекательным путешествием. Сейчас нам, наверное, опробуем. Я знаю, что у нас есть. Побывать на площади Синой не сказать еще об одной знаковой достопримечательности, о трамплине, который появился здесь в 1958 году, ну, просто невозможно. За полвека, конечно, нижегородский трамплин изрядно поизносился. И было принято решение построить новый. Строили очень долго. И открылся вот этот новый трамплин лишь в 2021 году. В общем, буквально год назад. Еще какие-то работы по благоустройству у подножия трамплина ведутся, но он уже функционирует. На этой оптимистической ноте мы сегодня с вами расстаемся. Если вы что-то интересное и необычное знаете о родном городе или о его истории, пишите нам на электронный ящик, который видите сейчас на экранах. Всем пока!